Сегодня в Нью-Йорк доставлено тело 33-летней гражданки США Сары Сьерры, которую до недавнего времени считали пропавшей без вести во время отпуска в Турции. После двух недель поисков замужняя американка, мать двоих детей, была обнаружена мертвой. Сугубо частная история смертельной интернет-любви шокировала страну. Елена Мещерякова продолжит тему. В одиночное турне молодая жительница Нью-Йорка взяла айфон, айпэд, кредитку и 400 долларов наличными. Прихватила кроссовки и туфли на высоком каблуке. Стройная 33-летняя женщина на записи видеокамеры аэропорта не выглядит неуверенной в себе. Хотя никогда в жизни она не летала за границу, тем более за океан, тем более на восток. В далекое путешествие Сару позвала любовь к фотографии и таинственному незнакомцу. С турецким верноподданным она познакомилась по интернету. Сегодня семья продает онлайн свежий фотоальбом с миноретами. Собирает на похороны и воспитание двух сыновей 11 и 9 лет. Муж Стивен и брат Дэвид отправились на поиски пропавшей жены и сестры через неделю после того, как Сара перестала отвечать на телефоны и имейлы. В последний раз мы говорили с ней 20 января. Она должна была через два дня вернуться домой в Америку, но этого не произошло. Я обязан ее найти. На фоне взрыва у посольства США в Анкаре, стамбульское исчезновение американки стало лишней головной болью для турецкой полиции. Но сыщики проявили чудеса расторопности. За 10 дней по камерам наружного наблюдения восстановили маршрут прогулок фотолюбительницы. Труп обнаружили в темном переулке у старинной крепости Сарай-Бурну. Американка погибла от потери крови и ножевых ранений. Ни украшения, ни деньги преступников не интересовали. Исчезли айфон и айпед. Турецкая полиция допросила два десятка подозреваемых мужчин, которые просто заговаривали на улице с одинокой туристкой. Данные, видеослежения и результаты вскрытия переданы ФБР. Результаты вскрытия будут известны не раньше, чем через три месяца. Мы не исключаем версию ограбления. А также проверяем причастность погибших к наркотрафику и другим возможным преступным группировкам. Онлайн-любовник Сары дал показания после анализа спермы и ДНК. За день до смерти у путешественницы случилось романтическое свидание с неким Таиланом. Восточный мужчина в убийстве не признался. После незабываемой ночи он не видел свою заокеанскую подругу и тоже не мог до нее дозвониться. Виновных продолжают искать и среди виртуальных знакомых убитой, и в антиамериканских леворадикальных группировках. Двойная жизнь Сары не только причина для расстройства супруга, но и повод для пересмотра списка потенциально опасных стран для туристов из США. Стамбул – город цветовых контрастов, которые так нравились Саре, до сих пор в него не входил. Елена Мещерякова, Александр Бабаев, телекомпания RTVI.